Рецепт хлеба Так что давайте начнем Итак, начнем с вами готовить наш хлеб Для начала нам нужно приготовить опару И будем начинать с опары Приготовим с вами опару И оставим ее где-то на часика 4, можно 6, а можно и больше У кого как время будет, запас времени позволять Можно оставить ее, подниматься, подходить А затем уже непосредственно приготовка самого теста Так, для этого нам понадобится Я беру где-то 1-2 хлеба Нам понадобится 250 мл теплой воды Я беру меньше, где-то 150 Это на один хлебушек мне с головой Так, печеньки у меня не совсем теплые Сейчас отмерим Отмерим Где-то 180 литров Пускай так и будет Я уже беру на глаз Нам нужна какая-то чашечка Переливаем Так, я вам не показала Вот Не доходит до 200 мл Вот так вот Нанесать уже чайник остыл с водой Я чай с утра пила Сейчас поставлю на проволновку Немножко подогреть воду Нам нужны Так, сейчас я вам покажу Здесь я буду готовить Так, это Не смотрите Это продукты с магазина Которые я перемывала А перемывала потому что У нас сейчас Как вы знаете Коронавирус Карантин И как бы в целях Безопасности Я перемывала все Эти пачки Упаковки продуктов Теплой водой Под проточной водой Не знаю Это насколько будет эффективно Насколько это все мне поможет Ну Я это делала В общем Водичка туда горилась Вот так Да, и самое главное Мама сама печет дома Сама хлеб Да, дочь Моя помощница Беру обычно такую Кластиковую мисочку Выливаю туда Теплую водичку Так, нам понадобится Сахар Сами дрожжи Непосредственно Сейчас я их найду Где у меня дрожжи? Куда я их положила? Вот мои дрожжи Вот такие я беру Они никогда мне не подводили Вы можете брать любые Но, конечно, лучше Сухие дрожжи брать Быстро растворимые Быстро подходящие Как они правильно называются? Швидкодеющие Здесь написано И буквально одну чайную ложечку Одну чайную ложечку дрожжей Так, хорошо, густенько Высыпаю сюда В теплую водичку Примерно одну столовую ложку Так, на глаз я делаю Сахар Сахар Сюда высыпаю Так, это не понадобится Там я, не смотрите, там я прячу слабости от детей Чтобы они не достали Потому что, если не прятают Они все съедят за секунду Так, беру обычную муку Высшего сорта Это наша белосыковская мука Обычная мука И розочку И обычный стакан Примерно Смотрите, три Я всегда цеплю на глаз Сейчас, поэтому я отмерю Господи Избила счетом Пока разговаривала Так, раз Два Три Четыре Смотрите, примерно здесь Четыре столовые ложки С горкой хорошей муки Я ее просею Непосредственно добавляя Непосредственно добавляя Саму опару Я ее буду Просеивать Буду постепенно добавлять И перемешивать И перемешивать У нас должна будет получиться опара Консистенция такая, как Примерно тесто на оладушке Все же делали оладушки Знают примерно, какое Тесто Перемешиваем, чтобы не было комочков Думаю, даже этого будет маловато Сейчас посмотрим Все это перемешаем Я добавлю еще одну ложечку Такую Еще одну Пятая ложка Смотрите, пять Столовых ложек У меня получается На где-то 180 миллилитров воды Что приготовить опару Так Все, замешиваем тесто Вот такое, как на оладушке Как видите Сейчас еще у меня там Мука не растворилась в комочке Сейчас я хорошо перемешаю Главное мы сделали Опару приготовили Сейчас я возьму пищевую тренку Чтоб не обветрилась Опару Чтоб ей было там тепло Уютно, комфортно Все это запечатаю пищевой треночкой Вот у меня еще есть крышка К этой миске Вот она Вот так закрываем Я обычно прячу свою опару Сюда в шкафчик Потому что у меня там идет батарея сзади И там Она сейчас правда выключена Но там всегда остается тепло Закрытое такое пространство Теплое, уютное Я оставляю там подходить опару Так Оставляем на 4 часа Минимум Нашу опару Сейчас, доченька, сейчас я договорю Оставляем нашу опару на 4 часа Вы видите, как она поднимется Такая пузырщатая, как пенная Даже больше, скажем, получится Что ты? Ты меня дала? Нет, не дала тебя Ну вот время прошло Моя опара подошла Даже успела, вот видите, немного опуститься Потому что я была занята домашними делами Вот только освободилась И готова сейчас Испекать хлеб Но это никак не мешает Для испечения хлеба Абсолютно не беспокойтесь Если у вас тоже опара поднимется Немножко опустится На качество хлеба Это никак не влияет В общем, приступим сейчас К испечению хлеба То есть не испечению хлеба Сейчас мы будем с вами Замешивать непосредственно тесто наше Чтобы легко отсоединить Нашу опару из этой миски Нам сейчас понадобится Где-то стакан воды Где мой мерный стакан? Где-то 300 миллилитров У меня здесь очень горячая вода Только чайник скипел Я развела немножко водой Попрохладнее Так, это много Нету 300 миллилитров у меня здесь Так Сейчас я сюда заливаю Тепленькую водичку Вот так вот И отсоединяю опару Красиво от стенок Прекрасно, посмотрите Какая она пушистая Воздушная Сейчас нам понадобится Где-то столовая ложка Примерно Растительного масса Можете добавлять Любое на свой вкус Столовую ложечку Добавила примерно Добавляем в тесто Вот так Вмешиваем Сейчас можем добавить Лук И сейчас же мы можем добавить соль Я соль, как видите, тоже просею Потому что в соли бывают камни Хотя у меня соль экстра Мелкого помола Еще чуть-чуть Это достаточно И замешиваем мягкое эластичное тесто Постепенно добавляем муку Вы сейчас по видео увидите Какое по консистенции В итоге должно быть видео Ой, господи, извиняюсь Какое должно быть тесто В этот момент Когда тесто уже практически готово К вымешиванию руками Мы можем включить нашу духовку заранее Это обязательно я вам рекомендую Настоятельно включить духовку На максимум Которая температура у вас там есть 220-200 У меня 280 градусов Я поставила И не достаем оттуда противень Противень тоже оставляем Противень тоже оставляем в духовке Чтобы он максимально нагрелся Был горячий Чтобы создать, знаете, ощущение Вот этого вот печи, тандыра Что-то такое Чтобы все было раскаленное и горячее Потом мы достаем горячий противень На горячий противень Ложим наш хлеб И обратно в духовочку Это будет классно Вот посмотрите Вот уже можно доставать из мисочки И вымешивать его руками Тесто должно быть мягким, липким Таким эластичным, воздушным, пышным Оно сейчас такое есть Как же это было? Таким эластичным, воздушным, воздушным и горячим Таким эластичным, воздушным и горячим И в вашем� Собрать Победу Посмотрите, какой колобочек у нас получился Сейчас мы берем мисочку Я вот эту возьму Это мне достаточно будет Смажу ее стенки маслом Вот так вот Чтобы тесто потом легче было вынимать Хорошо смажу так еще немного Хорошо смажу И туда прям уложу это тесто Ой, миска Посмотрите, какое оно мягкое И сверху тоже смазываю маслом Чтоб оно сверху не подсохло Не образовалась корочка такая, знаете, твердая Еще немножечко Вот так Теперь это все дело наше закрываем Снова пленочкой В общем наше тесто мы с вами замесили Я его накрыла пищевой пленкой Как вы видели Сверху еще накрыла крышечкой А сейчас нам нужно, чтобы оно еще немного полежало Отдохнуло и подошло Пока наша духовка отлично до самого конца разогреется Наливаем такую мисочку побольше Вы знаете, я думаю, многие знают этот секрет Теплые водички Желательно горячие Вот так вот, немножко Чтоб через верх не вылилось И ставим туда нашу мисочку с тестом Так, отлично И оставляем где-то на 30 минут Это с головой достаточно Вы сами видите, как тесто поднимется А потом у нас есть время здесь убраться Потому что больше мы с мукой работать не будем Нужно убрать нашу зону Убрать муку Больше нам не понадобится Будем раскатывать тесто с помощью масла Растительного и все Вот у нас полчаса где-то прошло Примерно Тесто поднялось Мы уже проверяли с Евой, да, Ева? Это очень Ева поменяла свой горшок на желтый стул Чтоб было удобнее маме мешать, да? Сейчас мы достанем Тепленькие воды Тепленькие воды Откуда ты знаешь? Знаешь Знаешь Мы тесто покрела Распалась Сейчас смажем маслом наш коврик Только ты это тесто ручками не трогаешь Мама тебе даст свое тесто Ты тут будешь лепить, хорошо? Ладно? Вот тут, да Мама тебе даст маленький кусочек Тут будешь лепить, там где кексик Договорились? Да Смажем лепутым маслом Давай вот тебе масло помогло, мама Нет Туда не надо И достаем наше тесто Оно тебе такое теплое Теплое вообще Да, посадим, посадим Да На тебе чуть-чуть Пальчики давай маслом смажем Я маленький-маленький Немножко помассажируем наше тесто Я чуть-чуть маленький Ты чуть-чуть маленькая? Да Макосый Сформируем такой колобочек Да, колобочек Колобочек Так вот Колобочек не болит Так вот мы сформировали колобочек наш Сильно не мучаем тесто Мам, у меня не маленький У тебя маленький, да, колобочек? Мам, у меня две посадки Да И накрываем его снова отдыхать Ложим колобочек спать Минут на 15 Нет, не может Твой тоже ложит спать или нет? Да Или ты будешь его еще мягче? Нет, спит Спит, пускай Вот так И твою сейчас накроем Накрываем его Маме, хочу сделать Вот 15 минут у нас прошло Открываем тесто Чемку выбрасываем И, Буля, ты трогаешь только свое Мое не трогай Да? У тебя и так жирные ручки Масляные Опять руки смазываем маслом Еще можно разочек Сформировать колобочек Кольцо Руки смазали маслом Петамин тоже смазываем маслом И так вот Юлик, минуту Смотрите, вот так вот мы поформируем наш хлеб Подожди, дочь, сейчас я сделаю хлебушку Так аккуратно, нежно Растягиваем его У меня только овальню Зарвать овальню Ногтика? Не, не ногтик И вы, подожди Потому что у меня руки недостаточно жирные А мои? Маленько сили И помазала Сейчас, точка, разе Сильно не нажимаем Чтоб сильно он не был И начинаем формировать Форму нашего маклакаши Мам, еще можно не зря что-то добавить? Нет, дочь, это не Пасха Это просто хлеб Скоро мы будем, кстати, делать видео Пасхи Потому что у нас куличей Сторожных куличей Потому что скоро праздник Пасха И покажем, как мы яичко Декорируем наше Украшаем, да? Да Все покажем Кулички Вот так вот делаем Кулички будем делать опять Опять Я вкус Сидела Это не красиво Некрасиво? Да У тебя красиво? Да Теперь позже А мне позже А мне позже Папа Не открою Сложим в наш хлеб Вот так аккуратно Переносим на противень А я, мама, делаю Ножди Мою духовку я выставляю на 220 градусов И таймер на 20 минут Вот с запасом беру Ну не больше, чем 20 минут Сейчас хлеб Печется И буду посматривать Время от времени И переворачивать Потому что может быть Что одна сторона Больше румянится Подымается Другая меньше По-разному Духовка бывает Печет Вот так вот Следим за нашим хлебушком Чтоб он не подгорел Также не спешите Его раньше Время достать Потому что будет Внутри мокрый Тяжелый Непропеченный Сырой Вот такой вот Матнакаш У нас с вами Получился сегодня В принципе Такой же Как всегда Еще очень горячий Не могу прикасаться Хочу сломать Но горячий Я сейчас его разрежу Чтобы вы посмотрели На него в разрезе Горячий Вот и готов Наш с вами хлеб Мы с вами Хорошо постарались Его не испекли Получился у нас Вот такой вот Румяный Красивый С хрустящей корочкой Еще внутри Очень мягкий хлеб Пахнет он Невероятно на весь дом Если вам понравилось Это видео Если вам понравилось Проводить время Вы вместе со мной Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Поделитесь этим видео Со всеми своими близкими С кем вы пожелаете Поделиться Вот Так что до новых встреч Пока-пока